Ну, здесь мы ночью работали, мы сюда снег вводим. На каком основании вы здесь выгружаетесь, товарищ Рафик? А вы сюда что возите? Кто вам выдавал, с кем вы работаете? Вы с администрацией? С городом, городом, городом. Кто конкретно? Фамилия, имя? Снег, содержащий реагенты, не имеет класса опасности, то есть он не отнесен к отходам. Всероссийское общество охраны природы начинает рейд по местам складирования снега в Московской области. У нас в планах побывать в Химках, Красногорске, Можайске. Что самое удивительное, почти все места складирования снега находятся в водоохранной зоне тех или иных водных объектов. А это прямое нарушение природоохранного законодательства. Целый ледяной город обнаружили активисты Всероссийского общества охраны природы в подмосковных Химках. Только посмотрите, огромные горы, льда и снега собранного с городских улиц. Все они серо-черного грязного цвета, наполнены огромным количеством реагентов, ядохимикатов, бензином, маслом и много чего еще. Все это складируется здесь, прямо в водоохранной зоне реки Клязьма. Рядом кладбище, жилые дома, населенные пункты. Весной все это растает и потечет прямо в водозабор города Москвы. Ну что, москвичи, наслаждайтесь. Вот это все вы будете пить буквально через пару месяцев. Мой дом крайний по периметру, то есть мои окна выходят прямо в аккуратное все это безобразие. Я вижу каждый день вереницы большегрузов, которые скидывают постоянно снег такого примерно качества. Кому вообще пришла в голову идея свозить вот этот весь грязный талый снег прямо сюда и складировать его фактически в чистом поле? Безбозами, как я понимаю, занимается Химавтодор, это организация подведомственная химкинская администрация. Естественно, курируется, как я понимаю, все это химкинская администрация. Чиновники считают, что им дозволено абсолютно все. Им плевать на экологическое и природоохранное законодательство, им плевать на охрану окружающей среды, им плевать на людей, которые здесь живут. По ночам сюда даже начали возить строительный мусор и потом его закидывают снегом. Видно пленка, какие-то кабеля, древесные отходы, пластик, все что угодно. Все это складывается здесь не санкционировано. Если по поводу снега еще есть хоть какие-то документы в виде нелегитимного постановления городского округа Химки, то кто разрешил сюда складывать строительный мусор, вот это большой вопрос. На каком основании вы здесь выгружаете, товарищ Рафик? Вы в курсе, что есть постановление прокуратуре о запрете, то что сюда вот этот снег нельзя вывозить химозный? А почему вот там миллионку пола вообще выцепили, вы нигде? А вам кто дал? У вас есть какое-то разрешение на это или что? Кто вам выдавал, с кем вы работаете? Вы с администрацией? Городом, городом, городом. Кто конкретно? Фамилия, имя? Продолжает возить снег. И даже не скрывает того, что даже ночью возят его, что-то там не успели, вот сегодня привезли. Замечательная картина. Они уже на эту сторону сваливают снег. Более того, уже, видимо, места так мало, что они вот ломают деревья, заезжают. Заезжают сюда, ломают деревья. Вчера я подала заявление через службу 112 по данному факту о незаконном складировании снега. А сегодня я написала уже заявление, записала все фото и видеофиксации, которые я сделала в течение недели, на диск. И сейчас предоставлю в полицию непосредственно свое заявление, ответ прокуратуры химкинской, диск со всеми материалами. И я надеюсь, что полиция отреагирует должным образом и прекратит этот незаконный своз грязного снега к нам в Клязьму. Складирование снега в водоохранной зоне – это проблема не только химок. Точно такую же историю мы нашли в подмосковном Собурово. Вы посмотрите, опять река, водоохранная зона, неподалеку кладбище и гор, и грязного снега собрано со всех прилегающих улиц. Он уже не имеет права сюда заезжать, потому что это водоохранная зона. А тем более что-то здесь всыпать. Да, в принципе, в 5-6 утра уже начинают ездить. Но они везут вообще со всего Красногорска. Люди видели и отслеживали, как они выезжают из Красногорска через Митино, еду через свое Пятницкое шоссе и привозят сюда. Однако жители волнуют и то, что снег там с примесью строительного мусора. Экологи говорят, он не должен попадать в реку. Сейчас наступит весна, весь этот снег растает, и все то, что коммунальщики собирали с наших дорог, потечет прямо в реку Банька. А это приток Москвы-реки, первого порядка. То есть все, что вот это вот растает, очень может оказаться в кранах жителей. Но жителей пугает не только попадание грязных талых вод в водоем. Вы только посмотрите, какие здесь огромные горы снега. И представьте, что по весне, когда все это растает, весь огромный объем воды потечет дальше вниз по течению. И в зоне потопления рискуют оказаться целые дачные участки, жилые комплексы, кладбище в конце концов. Гидрологические исследования, которые проводятся каждый год, совершенно не рассчитаны были на то, что здесь окажутся несанкционированные огромные вот эти снежные завалы, которые по весне непременно растают и потекут в баньку. Остановить завоз грязного снега под Красногорском удалось совместными усилиями. На требования жителей, а после и на наши запросы, администрация поручилась, что на берег реки больше не будут свозить снег. И судя по этим кадрам, что прислали жители, на пути спецтехники там действительно поставили бетонные блоки. Не успели мы обрадоваться нашей победе в подмосковном Собурово, как обнаружили еще одну точку складирования снега с явным нарушением природоохранного законодательства. Только посмотрите, здесь снег валит не в водоохранную зону, а непосредственно в водный объект, который соединяется ручьями с другими реками и озерами. Более того, с помощью тракторов рабочие засыпают снегом и рядом стоящую вышку ЛЭП. Страшно себе представить, что будет, если тракторист ошибется и снесет ее к чертям, оставив без света и электроэнергии целый Можайск. И сегодня мы поднимаем все карты, делаем запросы и пытаемся разобраться, кто и на каком основании позволил складировать снег в таком огромном количестве водоохранной зоне, когда весной все это растает и потечет в ваши краны. Субтитры создавал DimaTorzok